Вы заебали своей аллеей ангелов, вы делали себе только хуже. Знаете, вот, например, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну так вот, вы не разобрались с этой аллеей ангелов. Вы просто сказали, что есть аллея ангелов. А в шелку аллеи ангелов вы не знаете. Вы не разобрались, кто там похоронен. Ну так вот, буквально вчера я выходила в стрим, и ко мне пришла девушка, которая сказала историю, что пришли НКВДшники, какие-то там, ОМОНовцы, пытались завербовать местного вискового, который, ну, украинского вискового. Он отказался. Ну, вербовка, знаете, что такое вербовка? То есть, ну, чтобы ты пришел на сторону, там, стал любить Путина. Он отказался. Расстреляли всю семью. И в семье был он, ну, в доме, в этот момент, когда расстреляли, был он, жена и двенадцатилетний, по-моему, мальчика звали Артем. Ну, опять же, этот ролик нужно найти и показать. Вот. А расстреляли всю семью. Мальчика расстреляли вместе с родителями. Так? Нет, нет, вру, вру. Мать попала в психбольницу. Мать жива. Я не знаю, каким образом она выжила. Короче, мать, психбольница, отец убит, мальчик убит. Мальчика записали в аллею ангелов. Из чего состоит ваша аллея ангелов? Из чего конкретно? Вот вы все пишите аллею ангелов. Вы лично нашли мать, вот как я каждый день показываю, каждый день я показываю ссылками людей, чуть ли не там город, чуть ли не, ну, не знаю, адрес, насколько это возможно в данной ситуации, чтобы не было прилетов. Вы нашли конкретно... Вот покажите мне про каждого человека, который похоронен там, историю. Покажите. Докажите, что его не убили омоновцы.